Добрый день, дамы и господа! Мы продолжаем наши лекции по истории России и тема сегодняшней лекции «Россия в эпоху дворцовых переворотов». Традиционно наши историки называют эпохой дворцовых переворотов, период с 1725 года по 1762, после смерти императора Петра I и до воцарения императрицы Екатерины II. Сегодня мы с вами разберем первую часть этого периода и посмотрим, как происходили события внутри русского государства в эту эпоху, которую историки романтично называют «Бабьим веком». И это действительно был «Бабий век» в истории России, женский век, потому что в этот период на престоле мы видим многочисленных императриц, а если на престоле на какое-то время оказывается мужчина, то либо в юношеском возрасте, либо оказывается слабым правителем и долго на престоле усидеть ему не удается. Что же такое дворцовый переворот? Дворцовый переворот – это захват власти одной придворной группировкой у другой придворной группировки. Обычно он проводится вооруженным путем при помощи воинских подразделений и обычно же для правителя он заканчивается весьма печально. Правители во время дворцовых переворотов теряют не только власть, но зачастую и здоровье и даже самую жизнь. Вот эта вот хронологическая рамка, которую мы с вами определили с 1725 по 1762 год, на самом деле может быть серьезно расширена. Потому что и после 1762 года у нас были попытки заговоров и дворцовых переворотов в царствовании Екатерины II, императора Павла I в результате дворцового переворота скинули. А последним дворцовым переворотом в России можно считать восстание декабристов. Таким образом, историки не без оснований говорят о так называемом гвардейском столетии в истории России. Эпоха, когда именно гвардейские полки решали, кто же будет сидеть на российском престоле. И укладывается эта эпоха аккурат в 100 лет с 1725 по 1825 год. Начинается она с того, что партия Александра Меншикова возводит на престол императрицу Екатерину I. Затем самого Меншикова свергают. Затем, опираясь на гвардейские части императрица Анна Иоанновна, отказывается от условий так называемых кондиций, которые выставили в качестве обязательных для приглашения на российский престол. Затем был свергнут регент Берон. Затем Елизавета Петровна вошла на престол, свергнув с престола малолетнего Ивана VI Антоновича. Затем Екатерина II свергает своего собственного мужа Петра III. И, наконец, убийство Павла I и восстание декабристов. Это тоже вехи вот этого самого гвардейского столетия. В общем, в этот период редкий правитель восходил на престол законным путем и далеко не всем удавалось достаточно долго на этом престоле удержаться.